Всем привет, с вами Егор. И как вы поняли по названию видео, сейчас я покажу вам обзор этого интересного мода, а именно супер-мобов. Ну, поехали. Ну, начнем мы с, пожалуй, не самых интересных, а именно, например, так называемый, называется свинья. Но если я его поставлю, сейчас вы не ожидаете. Синий лаки-блок. Притом, если я его ударю, неважно чем, просто кулаком, он сразу умирает. И с него может выпасть что-то угодно. Что угодно. Ну, вот, например, мне выпал ящик шалкера. Также, что еще может выпасть? Ой, опять блоки земли. Но вообще, иногда интересно очень попадается. Может даже... Во! Смотрите на это. Красный камень. Ну, вообще красная пыль. Поршень, липкий поршень. Кнопка каменная. Блок красного камня. А, ну это уже до этого выпадала. Крольщая лапа. Ну что ж, второй это крипер. Вот он. Жуткий какой-то. Смотрите, какой большой. Давайте его взорвем. Если не ошибаюсь, то зажигалка можно. Во, да. Оп. Ну, взрыв, как вы видите, вроде как, я не знаю. Мне кажется, как обычного крипера. Если вы его убьете, то, если не ошибаюсь, то должна выпасть голова крипера. Сейчас посмотрим. А, да. Голова крипера, порох и тинь-тинь. Вот. Порох, голова крипера, динамит. Дальше я хочу вам сказать, вообще не знаю, зачем я это взял, яйцо селянина. В общем, как-то странно получилось то, что, по сути, он должен быть какой-то большой или что-то такое. Но, как вы видите, обычный житель. У которого одинаково хп. У них всех одинаково хп. Короче, обычный житель. Что ж, те люди, которые очень сильно боятся паука, то попрошу лучше выключить это видео. Потому что сейчас я вам покажу сразу двух пауков. А именно, обычного паука и пещерного паука. Вот обычный паук. Маленький, да? Главное, хп у него очень много. Как вы видите, с него сразу выпало. 10 паучих глаза, 21 нить и маринованный паучий глаз. Я вообще не знала, что такое существует. Теперь пещерный паук. Ну, он уже поменьше. Ну, вообще логично. Как раз-таки, ведь, по сути, обычный паук, как раз-таки, он всегда был выше, чем пещерный паук. Я имею в виду, если посмотреть не на этих больших. Вот я его убил, и выпало с него 17 нитей, 10 паучьих глаза, и 5, если не ошибаюсь, как там, маринованного паучьего глаза. Что ж, ну, вот мы и перешли к зомби. Ставим. Опа! Мини заспоунился. Мини у меня по совпадению. Вот он, какой большой, если. Главное, знаете, что первое бросается в глаза? Он не горит на солнце. Ну, хп, так. Немало. Выпало с него 13 морковки, 16 железных слитка, голова зомби, 21 гнилая плоть и картофель. 13 штук. Сейчас я заспоунил отброса. И, как видите, в общем-то, опять маленький. В общем-то, выпадает с этого отброса, ну, я этого маленького убил, в общем-то, то же самое, что и зомби обычного. Ну, в смысле, этого большого зомби. Вот этого. В точности то же самое. Или нет. Может, если я не прав, то можете написать в комментариях. Вот так выглядит большой отброс. Как видите, вообще их ударяешь, они даже не отлетают. И, как вы видите, зомби отброса не вообще выглядят одинаково. Стоп. Или, мне кажется, не одинаково. Да и вообще, посмотреть, мне кажется, вообще это один и тот же персонаж, просто с разной текстурой. Ну, правда, если посмотреть, выпадают вещи одинаковые. Что еще? По виду вообще одинаково. Да, вообще они выглядят полностью одинаково, только по текстуре разные. Ну, короче, по силе и все такое они одинаковые. Ну, только я проверила то, что отброс. И если его заспаунить, то, короче... В общем, дело в том, что, конечно, я забыл просто про этот факт. Если он будет атаковать, то у нас сразу будет отрава. Давайте покажу. Правда, я уже хотела вам показать, но он меня убил. На кнопку снимать я не успела нажать. Ну, поехали. Вот. Ну. Вот, отрава. Сейчас я покажу вам двух самых добрых персонажей здесь, а именно волк и оцелот. Смотрите, посмотрите на волка. Маленький. Да, очень. В общем, его можно приручить, конечно же. Только когда я нажал приручить, получилось как-то... Сейчас. Вот. Вы чего-то становитесь красным, а тело белым. И главное, смотрите, если я на него покажу, думайте, какая кнопка будет. Сесть. Ну, в смысле, чтобы он сел. А вот и нет. Поверяется кнопка сесть. Ну, как мы нажимаем на нее, мы садимся на него. Вот так. Правда, я так и не понял, как его приручить. Я пробовал седло брать. Думал, может, нужно когда-то седло или еще что-нибудь. Я не знаю. Думал, в его инвентарь зайти, чтобы седло надеть, но не получалось. Что ж, дальше пойдет оцелот. Видите, он тоже очень большой. И почему-то я когда спауню их, сразу появляются у нее дети. А, сейчас нету. Ну, надо бывать. И я вообще не знаю, как их приручить, по сути, чтобы котами стали. Что ж, дальше будет зомби-свина-человек, как написано. Опять маленький засполнился. Во. Просто посмотрите на этот золотой меч. Просто посмотрите. На тебе. А сейчас просто посмотрите, что с него выпало. 26 гневой плоти, золотой самородок, даже, по сути, 65 золотых самородков и 33 золотых слитка. Что ж, ну, а теперь скелет. Посмотрите на него, какой он большой. Реально, ребра, блин, такие у него сделали. Прям вот я сразу вспоминаю игру Minecraft Story Mode почему-то. Когда, помните, Исушающая буря. Короче, когда только появился, это командный блок, когда в ребрах держал. Ну, если вы не играли, то извините за спойлер. Хотя это в самом начале появляется. Но игра очень классная. Так вот, отвлекся немного. В общем, давайте покажу, что с него выпадает. Выпало у него 39 стрел, череп скелета и кость. Да, по сути, я его прям по чипстям разобрал. Его тело прям-таки, кости. Его череп, добрый Стив все-таки, вырвал ему череп, по сути. И 39 стрелы. Теперь второй скелет. Это скелет и сушитель вроде как. скелет и сушитель. Уже забыла его название. Ну, если посмотреть, то он похож немного на того скелета, обычного скелета, но только черный и с каменным большим мечом. Все-таки мне так нравится, как он выглядит с этим мечом. Так же, как с венозомби тоже. Прикольно очень сделали. Если посмотреть ему на плечи, вылит куда броня прям надета. Когда я его убил, с него выпало 28 костей, 35 угля и череп скелета и сушителя. В общем, его голова, по сути. И еще есть скелет один. Это бродяга. Вот как он выглядит. В основном выглядит как и тот обычный скелет. Похож очень сильно. Держит он большой лук, только непонятно, как он его держит. А, на руке привязан, походу. Либо просто не додумались как-то ближе к руке сделать. Но все равно круто выглядит. Ну, первый скелет, который я вам показал, у него тоже, конечно, так лук был. С него выпала 21 кость, 26 стрел и 22 стрелы из-за медления, а также его голова, череп. Ну, вот, если правильно сказал про стрелу. Дальше у нас ведьма. Вот, как видите, я ее заспалнил. такая большая. Ну, в смысле, как-то живот слишком большим сделали, мне кажется. Мне кажется, лучше бы сделали, если бы жителя тоже гигантским сделали. Выпало с этой ведьмы сахар, две красные пыли, две палки и порох. Ну, конечно, я заметила, что если она в этот момент пила зелье, то, когда ты ее убиваешь, то, конечно, выпадает зелье исцеления, так же, как и с обычной ведьмой. Что ж, а сейчас я покажу вам самого классного моба, по моему мнению. Он мне больше всех понравился, а именно Эндермен. Ну, странник края. Главное, прикол в том, что если, вы же знаете тот факт, что если вот обычный Эндермен, вот, вроде как тыкву, если ты наденешь на голову, то он не будет тебя атаковать. То как раз и этот Эндермен вот будет атаковать. Я проверял. Я надел маску, вернее, тыкву, а он все равно меня так бил сильно, так сказать. Ну, атаки у них всех сильные. Он меня убил, блин, примерно за три удара. И вот он. Правда, с текстурой не очень. Но он очень сильный, он даже уворачивается от ударов иногда. Ну. Ой. Звук нечаянно выключил. Вот сейчас вот. что, что, что? Ладно, не буду тебя трогать. Нет, убью. Вы бы слышали звуки, вы бы слышали звуки, которые он издал, когда я его убил. Какие-то громкие слишком были. Ладно, в общем, выпало с него 23 ока края, 16 жемчуга края и 3 жемчуга края. В общем-то, я уже проверял, но у меня не получается соединить их, как бы, эти два жемчуга края. В смысле, эти 3 и эти 16. Просто не хотят. Что ж, вот сейчас у меня появилась идея, что будет, если голем сразится вот, например, с зомби этим. Интересно, бой будет классный или этот зомби сразу его убьет. Интересно. Сейчас мы это узнаем. Ну что, ты готов? Я не это хотел. Давайте-ка, у меня есть идея. В общем, я сделал режим мирный, чтобы все мобы пропали, а потом нажал на легко, чтобы, как бы, засполнить этого зомби. И 3, 2, 1, бой! Давай. Что? И все? Ну, может, если второй на тебя нападет? Что? Давай, зомби, ну покажи ты, на что способен. Ну, хоть 3, может, их бы убьет. Что он настолько слабый-то? Фух, все-таки четвертый смог его победить. Они прям берут друг друга одновременно. но, голем умер, потому что у него было меньше силы хп. В общем, мы выяснили, что сила этого зомби, я так понял, 1,4 с силой голема. Да. Что ж, молодец, ты победил. И взамен я тебя убью. Уже убил голема. Блин, у него столько... А, я забушу, что с него тоже железо выпадает. Ну, что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Егор и до новых встреч. Пока! Пока!